Сандарша, ты сказал, что когда-то вратите. Не раздавайте все, оставьте немножко себя. Но это звучит, как будто бы у меня должен быть какой-то контроль. Я вот, например, вижу друга после 45 лет. Мы очень много классно дружили раньше, и я всегда был тотален в этой радости при такой встрече. Сандарша говорит, да, окей, но очень часто происходит такое, что когда у вас есть любовь, вы начинаете делиться, и когда вы делитесь, вы превращаете это в отношения, и рождается эго. И отношения – это начинается уже игра ума, что кто кому даст. И отношения – это ум, который никогда не будет удовлетворен. И жена начинает думать, что мне даст мой муж, муж начинает думать, что даст жена. – даже если вы отдадите вообще все, то все равно останется желание, чтобы вы отдали что-то еще. И отношения – это всегда вот так вот. и вот в семье вы делитесь своей любовью или с друзьями, когда вы делитесь. В этом нет никакого ума, нет никакой кармы. – это хорошо. И вы позволяете этому происходить. Но если вы чувствуете, что начинаются отношения, вы можете понять, что вот сейчас, может быть, мое пространство начинает немножко уходить, я устаю. и усталость может прийти, когда вы с кем-то делитесь. Вот, например, вы сидите с кем-то в ресторане, 1 час, 2, 3 часа, и вы можете почувствовать, вот сейчас достаточно, сейчас я начинаю что-то терять. Достаточно – это значит, вы что-то теряете. И в этот момент вам нужно просто уйти в комнате и побыть собой. И это правильно. И тогда не нужно вот компрометировать это. Вот. Но с отношениями это очень сложно. В семье, с отцом, муж, жена, мама. Мы не даем времени друг другу побыть самим собой. Вместе спим, вместе едим, разговариваем. Все время все вместе в одной квартире. Нет, нет личного пространства. И вот почему все уставшие друг от друга. Вот. А с друзьями нет усталости. Потому что с друзьями два часа посидел, почувствовал – достаточно. Три часа посидел, подумал – достаточно, почувствовал. И с друзьями говоришь друг другу – все, я пошел, пойду в свою комнату, пойду домой. А вдруг он же не скажет – нет, сиди со мной. Вот это любовь. А с женой, с мужем это гораздо сложнее. И если муж с женой идут на пляж, идут по пляжу, прогуливаются. Через полчаса муж думает – хочу один побыть. И говорит это жене. А она с ума сходит от этого. Как так? Или она говорит – я хочу не с тобой быть, а одна. Тогда он может с ума сходить от этого. Как это так? Любовь – это свобода. И вот с друзьями в этом смысле проще, потому что друзья дают свободу. Когда не хочется быть с друзьями, мы уходим. Два-три часа вместе понаслаждались, поболтали, посидели. И вот пока, когда вы в любви, вы просто в потоке. Все просто происходит. Но если какой-то момент наступает, когда вы чувствуете, что сейчас любви становится меньше, и сейчас время побыть одному. И вот такое вообще может происходить, когда вы уже познакомились с собой, знаете, что такое быть собой. Вот большинство людей не знает, что такое медитация. Двадцать четыре часа они постоянно чем-то заняты. Даже если едут на выходные куда-то, они даже на выходных постоянно вместе. в одной машине сидят, кушают. Все, что бы ни делали, все делают вместе. И после этого, конечно же, естественно. Вы просто в какой-то момент просто с ума от этого будете сходить. И вот тем, у кого отношения, я говорю, что если вот такие моменты приходят, когда вы начинаете сражаться, какая-то драма, это значит, что все, любовь уже ушла. Нет любви. Нет любви. Это значит, время вернуться. Кто бы ты ни был, муж, жена, отец. Просто скажи сейчас, вот мне нужна дистанция. Ты будь там, а я буду здесь. И потом, когда вновь вернешься к самому себе, вновь опять сможешь делиться. Вот медитация так происходит. И в медитации вы начинаете понимать, сколько времени вы можете поделиться. И делиться хорошо, когда вас переполняет. Когда вас переполняет, делитесь. И нет другого выхода. Но когда заканчивается переполнение, когда постепенно все меньше и меньше, и меньше, и тогда может все закончиться в какой-то момент. Нет вообще больше уже никакой энергии, вы заметите. Никакой любви. У меня для себя даже ничего не осталось. Если ты чувствителен, ты поймешь, сколько времени не нужен для того или другого. Почему мы хотим быть вместе? С теми, кого любим, потому что мы хотим быть больше в любви. Мы хотим, чтобы росла эта любовь, чтобы радость росла. А если любви нет и радости, то нужно побыть в тишине в своей квартире. И потом, когда вы опять наполнитесь, опять встретиться можно. И делиться. И медитируйте, растите свою любовь. Делитесь, медитируйте. Если у вас есть любовь, если вы наслаждаетесь ею сами, то она будет еще крепче, и иногда можно сохранить эту любовь, оставить себе, и ее станет больше и больше, если вы ее будете наслаждаться. И вот когда вы ей переполнитесь, вот тогда можете начать делиться. Когда она станет огромной, когда вы будете переполнены ей. Сейчас мы заканчиваем. Поставьте музыку. Завтра будет еще один сатсанг, последний. И мы заканчиваем здесь. Вот. И после этого, еще несколько дней до, вы сможете сюда приходить, медитировать. Здесь ничего не будет, ни музыки, ни вещей, но пространство останется. И у нас здесь арендовано до 15 марта. Да, если кто-то хочет до 15 марта приходить, пожалуйста. И вот я вам точно говорю, что вот если кто-то здесь остается, то вот это хорошо сюда прийти на полчасика, на часик посидеть. Если здесь кто-то есть, тоже хорошо. Если никого не будет, тоже хорошо. Наслаждайтесь медитацией.